Николай работает в нашей компании с 2016 года. Мы в управляющую компанию пришли примерно в одно время. Коля был одним из самых первых бизнес-девелоперов. Он лучше других знает, как развивать бизнес наших партнеров, как помогать, где нужно проявить строгость, где нужно проявить твердость, принципиальность, а где нужно помочь, поддержать. Сейчас Коля расскажет про качество. Коля, дерзай! Друзья, привет! Как же я рад вас всех видеть! Представляете, три года не собирались с такой компанией. Классно, что получилось. Я сегодня поговорю о такой важной вещи, как качество, потому что о прибыли мы уже поговорили, но прибыль не имеет значения, если мы с вами не будем работать хорошо и не будем давать классный продукт нашим кастям. Вообще, качество всегда было и будет стратегией Доду Пиццы в любые времена. И даже в феврале этого года, когда случилось то, что случилось, мы в управляющей компании задали себе вопрос, от каких проектов необходимо будет на время отказаться, чтобы сохранить ликвидность, сохранить бизнес в целом. И мы тогда твердо для себя решили, что от проектов, связанных с качеством, мы отказываться не намерены ни при каких обстоятельствах. И на компромиссы какие-то мы идти также не готовы. И Ваня сегодня уже говорил о том, что у нас сегодня стратегия доступного качества. Да и как можно было вообще идти на какие-то компромиссы, если последние два года, с начала, наверное, пандемии, марта 2020 года, мы испытывали кризис качества. Нам надо это признать. Я думаю, вы помните уже намазоленные глаза вот этой фотографией. Мы будем показывать эту фотографию. Это фото в одной из детских комнат нашей московской пиццерии. И вот такой уровень качества мы давали в прошлом году. И это такой памятник тому, что происходит, когда мы думаем только о прибыли и забываем о наших гостях. И вообще осенью прошлого года был какой-то такой апогей вообще проблем к качеству. Я помню, тогда Федор написал целую серию постов о том, что ну как же так, как же такое, мы допускаем такое безобразие в своих пиццериях. И он тогда сказал, что если мы с вами не изменим подходы, не изменим сознание и не вспомним, наконец, что мы розничный бизнес, это может стать началом медленного угасания прекрасной истории под названием Додо Пицца. Я помню, я читал эти посты, и мне было ужасно стыдно и обидно вообще понимать, что это про нас. Про то, что это про наш бренд Додо Пицца, который мы годами строили вместе. Неужели мы не знали о проблемах? Неужели мы не видели то, что происходит? Знали, но, наверное, нужно признать, что в какой-то момент мы ослабили контроль. Мы ослабили по объективным причинам, наступила пандемия, и мы почти два года не делали внешние проверки в наших пиццериях. И мы, как управляющие компании, и вы, как партнеры, на самом деле не видели в реальной картины происходящего. Наши проверки проводили сами сотрудники пиццерии, а это все-таки искажение реальности. И очень важно было, наконец-то, открыть глаза и начать видеть. Наконец-то в начале этого года мы вернули инспекторские проверки в пиццерии, и это дало колоссальный результат. Казалось бы, такое понятное, простое для нас с вами решение, но оно дало отличный результат. Мы, наконец-то, стали видеть проблемы. Мы стали понимать объем проблем, и мы начали с ними работать. Ну, конечно, мы для себя точно определили, что в будущем какие бы технологии мы не начали применять, как бы ни изменялась наша политика, практика. Мы не будем отказываться от внешних проверяющих и будем дальше развивать этот инструмент. Но мы пошли дальше. На очень сложных конкурентных рынках Москвы и Санкт-Петербурга мы запустили циклы проверок пиццерий при помощи моей команды бизнес-девелоперов. Это команда, которая за три месяца, первые три месяца цикла, объезжает полностью все, там, больше 240 пиццерий в Москве и Санкт-Петербурге, мы приезжаем в пиццерии, мы выявляем проблемы, мы даем инструменты, рассказываем управляющим, как составить план исправлений, как исправить ситуацию в пиццерии. И уезжаем, понимая, что если в пиццерии были какие-то критические проблемы, то мы приедем в нее снова, повторно, убедиться, что ситуация изменилась, и мы решили проблему. И такое вот ручное где-то управление, где-то фокусное управление принесло очень хорошие результаты. Я могу смело сказать, что сегодня на рынке Москвы и Санкт-Петербурга наши пиццерии стали значительно лучше работать с точки зрения качества, чем это было еще год назад. И я бы хотел, чтобы эта практика масштабировалась, и чтобы такой подход, строгий подход к качеству мы принимали во всем рынке Евразии. На самом деле за этот год мы сделали очень много, мы действительно сфокусировались на качестве, и вот этот график динамики клиентского рейтинга это наглядно демонстрирует. Посмотрите, 2020-2021 год, то, о чем я говорил, тот самый кризис качества, который, возможно, в одной пиццерии мы не ощущали, но на масштабе сети это было очень видно. Зеленая линия – это такая психологически допустимая цифра 4,8 рейтинга. Я думаю, все, кто работает с нами, понимают, что это за цифра, насколько сложно ее достигнуть. И вот мы видели, что год назад мы были на собственном, скажем так, дне, недопустимом для себя уровне. И сейчас мы как будто бы исправили ситуацию, и можно сказать, что кризис качества мы с вами преодолели. Но нет. Друзья, мы все еще сделали недостаточно. У нас с вами очень сложный операционный бизнес, который каждый день нуждается в нашем внимании. И каждый день нужно работать над тем, чтобы давать классный продукт, чтобы давать продукт безопасный, и для того, чтобы не забывать о наших гостях. Нужно уделать усилия каждый день. Недостаточно просто достигнуть хороших результатов, нужно это делать постоянно. За прошедший год мы в управляющей компании приняли решение о расторжении 10 договоров коммерческой концессии с партнерами из-за низкого качества работы их пиццерии, стабильно низкого качества работы. Это не повод для гордости. Вообще об этом не очень приятно, если честно, говорить мне с этой сцены на таком мероприятии, но об этом важно и нужно говорить. Об этом важно помнить и понимать, что нельзя отпускать свой бизнес слишком далеко. Если вы партнер, если вы владельцы бизнеса, вы должны чувствовать его и понимать, что в нем происходит. К сожалению, иногда эта граница между партнером и бизнесом очень сильно размывается. Я хочу рассказать вам на одном из примеров, одну историю, как далеко можно отпустить свой бизнес. Посмотрите вот на эту фотографию. Это фото печи в одной из пиццерий. Точнее, это фото отпечатков пальцев, которые оставил бизнес-девелопер, который пришел на проверку пиццерии, увидел вот это безобразие, оставил отпечаток, сфотографировал, чтобы показать, насколько толстый слой пыли образовался на печи. Кажется, что очень давно туда никто не заглядывал, хотя это находится на уровне глаз. Мы дали обратную связь управляющему. Мы записали это в план исправлений. Мы думали, что, кажется, это такая простая задача, которую очень просто исправить. Но о чем вообще говорить? Но что-то пошло не так. Появилась вот эта фотография. Угадайте, друзья, в чем разница между двумя этими фотографиями? Разница в четыре месяца, друзья. Четыре месяца сотрудники кухни каждый день на уровне глаз видели вот это, вот этот отпечаток пальцев, как, не знаю, шрам на сердце пиццерии, на нашей печи. И никто не решился исправить ситуацию. Я не хочу, чтобы в нашей пиццерии происходило подобное. И я уверен, что никто из вас, партнеров, предпринимателей, кто вложил в бизнес деньги и душу, наверняка бы, увидев это в своей пиццерии, тут же бы исправили ситуацию, либо попросили, дали поручения, либо сами бы взяли трапку, да удалили бы просто эту пыль. Но этого не случилось. Что-то пошло не так. Недавно, ну мы часто говорим о качестве, недавно на одной из встреч московских партнеров один из них задал такой вопрос. А вы вообще осознаете ответственность, которую принимаете на себя, когда принимаете решение о расторжении договора? Ведь это серьезное решение, оно ломает судьбу партнера. Ну, для меня этот вопрос риторический. Конечно, мы прекрасно это понимаем. И, конечно, мы не хотим частых таких решений. Но это решение всегда взвешенное, всегда сложное. Но мы хотим, чтобы эту ответственность чувствовали не только мы на себе, но чтобы каждый из вас партнеров Додупицы чувствовал ответственность за бизнес другого, того, кто сидит слева и справа от вас. Ведь мы строим франчайзинговый бизнес, у нас сообщество партнеров, и наши результаты, как положительные, так и отрицательные, влияют на весь бизнес в целом. Я, наверное, говорю очень очевидные, понятные вещи, но, к сожалению, эти понятные, очевидные вещи не всегда срабатывают. Давайте представим, что мы с вами не сообщество партнеров и предпринимателей, а спортивная команда. Ну, я люблю футбол, например, да? Может быть, у вас-то другой вид спорта. Но в любой спортивной команде очень важно участие каждого спортсмена. Каждый спортсмен, участник влияет на результаты команды. И если кто-то из спортсменов не справляется, любая команда протянет руку помощи, готова помочь, готова рассказать, как нужно тренироваться, какие действия принимать, чтобы становиться лучше. Но если спортсмен не готов принимать эту помощь или просто не способен физически, единственное решение, которое в этом случае принимается в спорте, это замена игрока. Это очень жестокое правило спорта, но эти правила действуют и во франчайзинговом бизнесе. Такие жестокие, но справедливые правила. Но у меня не только негативные новости, друзья, у меня и хорошие новости. Сегодня мы уже говорили о том, что мы играем в высшей лиге, и я действительно хочу подтвердить, мы давно уже с вами не команда любителей, которые гоняют мяч во дворе в свободное от работы время. Мы команда профессионалов, профессиональных партнеров, которые достигли огромных результатов. Мы сегодня много об этом говорим и будем говорить. И мы действительно играем в высшей лиге, продолжая аналогию спортивную. Мы играем на одном поле с международными звездами. На нас смотрят миллионы зрителей наших гостей. У нас с вами очень компетентный тренерский штаб в лице управляющей компании. И у нас есть все для того, чтобы становиться лучше и становиться сильнее, чтобы достигать новых вершин и становиться чемпионами в этой высшей лиге. И о том, как мы будем меняться, как будем становиться лучше, на примере проектов качества Dodo пиццы на 2023 год, я расскажу прямо сейчас. Мы выбрали три ключевых направления на будущий год. Это пищевая безопасность, это техническое состояние наших пиццерий, и это создание удивительного сервиса в наших ресторанах. Пищевая безопасность. Что это такое? О чем я говорю? Вы все прекрасно знаете. Пищевая безопасность — это все, вся та работа, которую мы проводим с продуктом, с ингредиентами, из которых создается наша пицца. Это температурные режимы хранения, это маркировка сроков годности, это создание условий для ингредиентов, чтобы они не навредили. Да, наша производственная модель в достаточной степени безопасная, и вообще риск навредить очень низкий. И тем не менее, ошибки в пищевой безопасности являются прямо стопроцентным показателем низкого уровня менеджмента. И решение здесь единственное возможное. Чтобы обеспечить пищевую безопасность, нет волшебных каких-то пилюль. Нужно обеспечить регулярный менеджмент в своих пиццериях. А регулярный менеджмент в пиццериях — это как любой менеджмент. Это организация процессов и контроль их выполнения. Организация процессов — это прямая обязанность партнера. Это, по сути, его роль ключевая партнера либо его операционного управляющего. И у нас в управляющей компании мы постоянно делимся инструментами менеджмента. Мы создаем новые инструменты. Дима сейчас об этом тоже рассказывал. Мы постоянно будем упрощать процессы, создавать и улучшать технологии. Но уже сегодня у нас достаточно инструментов, чтобы организовать процессы в пиццерии так, чтобы минимизировать риск пищевой безопасности. Ну и, конечно, контроль. Куда же без него? Контроль должен быть, конечно, и на вашей стороне. И мы готовы в этом помогать. За счет рейтингов, за счет выездных проверок бизнес-девелоперов. И только так, совместно, в каждой пиццерии, выстроив четкий регулярный менеджмент, мы сможем минимизировать риски пищевой безопасности. Кажется, все довольно просто. Второе большое направление – это техническое состояние наших с вами пиццерий. Пиццерия – это актив. Это ваш актив, который каждый день приносит вам средства. И для того, чтобы этот актив продолжал работать эффективно, в него нужно постоянно инвестировать. Это тоже довольно просто и логично. Инвестировать как в внешний вид пиццерии, интерьер, экстерьер, так и в безопасность, поддержание, сохранение безопасности пиццерии. За 11 лет работы в Додо Пицце случались различные чрезвычайные ситуации. Благо, что всегда они заканчивались без человеческих жертв и невосполнимых финансовых потерь. Но единственная метрика по чрезвычайным ситуациям, которая нас с вами бы устроила, это метрика ноль. Ноль чрезвычайных ситуаций. Нам доверяют миллионы гостей. К нам приходят, к нам с нами работают десятки тысяч сотрудников. И наша задача, когда они находятся в нашей пиццерии, сохранить их в безопасности. А делается это тоже, на самом деле, довольно понятно и просто. Нужно поддерживать всегда в надлежащем техническом состоянии оборудование, производственное оборудование, систему вентиляции, электросетей, пожарной безопасности. И только такое гигиеническое сопровождение всей техники позволит обеспечить снижение риска безопасности. Но еще не менее важен, конечно же, и внешний вид пиццерий, друзья. В чистые, светлые, красивые пиццерии приятно приходить. Приятно приходить самому, приводить своих друзей, возвращаться в них. Ну и это, по-моему, очевидно. То, как видит наш бренд-гость, такое же и впечатление в головах этого гостя создает наш бренд. По сути, внешний вид наших пиццерий — это витрина нашего бренда. Потому что, когда наши клиенты работают на доставку с нами, они не видят нас, они знают только о том, как быстро мы доставляем пиццу. А наши рестораны — это наши витрины. То, как нас запомнят, то, как нас полюбят. И поэтому, очевидно, нужно поддерживать пиццерии в надлежащем состоянии. И на самом деле проблема внешнего вида пиццерий становится все более и более актуальной. В этом году уже будет 265 пиццерий, вдумайтесь, которым исполняется 5 лет. А в следующем году таких пиццерий уже будет больше 400. Это больше половины всех пиццерий в Евразии на сегодняшний день. Представляете? Вот так мы быстро выросли. И так быстро прошло время. А мы понимаем, что пиццерия, которая исполняется 5 лет, она уже требует особого внимания, особого ухода, потому что она становится ветхой. Время не щадит никого. Мы знаем, что в большой тройке у больших игроков есть такое правило. Каждые 5 лет они делают редизайн своих ресторанов. А каждые 10 лет проводят полную смену концепции, расстановку, замену оборудования и так далее. У нас сегодня такого правила нет в Dodo Pizza, но мы хотим, чтобы оно обязательно появилось именно в этом году. Мы опишем правила, которые считаем допустимыми и приемлемыми в нашей ситуации. Мы видим так, что каждые 5 лет пиццерия должна попадать на определенный некий совместный контроль девелопмента и партнера. И мы должны принимать совместное решение, нуждается ли она в редизайне, в реновации, либо еще может поработать в таком виде. Но те пиццерии, которым уже исполняется 10 лет, объективно устарели с точки зрения дизайна. И это грозит тем, что в какой-то момент они потеряют актуальность для наших клиентов, для наших гостей. И нужно уже сегодня задумываться о редизайне. И я призываю вас, партнеров, те, которые работают уже десяток лет, 9-10 лет, посмотреть на свои пиццерии, взрослые пиццерии, и подумать, возможно, уже нужно провести реновацию. Ну и друзья, третье направление в качестве, которое я хотел вам сегодня анонсировать, это удивительный сервис ресторанов. Мы с вами отличная доставочная компания. Мы, и в доставке очень важна скорость. И мы показываем отличные результаты. Друзья, посмотрите на этот график за последние два года. Невероятный результат по всей Евразии. В России, в Казахстане и Беларуси в среднем в июне мы доставляли чуть больше, чем за 31 минутку. Это невероятно. Мы пару лет назад говорили, спорили о том, возможно ли это вообще или нет, вывезет это наша финансовая модель или нет. А сегодня это реальности бизнеса. И мы можем по праву этим гордиться. Но в ресторане пока чуть меньше поводов для гордости. Какой сегодня клиентский опыт получает гость, когда приходит на кассу? А, к сожалению, очень часто на кассе с ним не здороваются первыми, не улыбаются и даже не предлагают лучший продукт и не делают дополнительных продаж. И вот приходит такой гость в наш ресторан и думает, а нужен ли он здесь? Рады ли они здесь ему? И он задает вопрос, а где кассир? Где кассир? Где на этой фотографии кассир? А кассира чаще всего действительно нет. Их роль в наших пиццериях выполняют сотрудники кухни, менеджеры-смены, которые занимаются гостем свободно от основной работы время. и мы должны это изменить, потому что наши гости уже знают, как должно быть. Наши большие игроки, те, на кого мы всегда смотрели и равнялись, которые играют в высшие лиги, все дают клиентский опыт такой, что в каждой пиццерии есть кассир. Почему и у нас такого нет? Мы хотим, чтобы в каждой нашей пиццерии от открытия дверей до закрытия был классный, улыбчивый, доброжелательный, инициативный кассир, который будет взаимодействовать с гостем, который будет создавать такую атмосферу, в которую хочется возвращаться. И мы понимаем, что это на самом деле очень простое решение, и мы можем его реализовать буквально завтра. Я не преувеличиваю, буквально завтра. Наши выручки нам это позволяют. Мы понимаем, что чисто операционно от полутора миллионов рублей выручки в зале уже необходим кассир, а наша средняя выручка сейчас, во всей Евразии, средняя выручка в ресторанах больше двух с половиной миллионов рублей. А доля пиццерии с выручкой больше полутора миллионов рублей уже достигает 80%. И это не предел, друзья. Появление кассира 100% принесет дополнительную выручку в пиццерию. За счет классного сервиса, за счет того, что гости захотят нам возвращаться, за счет того, что мы будем делать им лучшие предложения, дополнительные продажи, нам нужно инвестировать в это, инвестировать в качество. Друзья, давайте для закрепления еще раз быстро повторим все три направления, которые мы будем развивать в этом году. Пищевая безопасность. Ответом здесь будет регулярный менеджмент в каждой пиццерии. Техническое состояние наших пиццерий. И ответом здесь будет содержание безопасности и реновация наших пиццерий. И удивительный сервис. И решение здесь начинается с кассира. Мы уверены, что как только мы решим вот эти проблемы, мы не только станем сильнее и лучше, мы не только выровняемся с нашими конкурентами, мы станем намного сильнее их. Мы, во-первых, начнем играть по их правилам, а во-вторых, с нашим подходом, с подходом Додо Пиццы, мы станем еще лучше. Мы не знаем, что будет завтра. Не знаем, как поведет себя геополитика, как поведется экономика. Мы можем прогнозировать, догадываться. Но что я знаю наверняка, что вот прямо сейчас, прямо сегодня, вот самое лучшее время, чтобы инвестировать в качество и уходить на новый уровень. Посудите сами. А когда, если не сейчас? Люди? Люди всегда, это сложный вопрос в нашем бизнесе. Но вспомните, что было год назад. Помните, какой кадровый голод был в индустрии? Как мы боролись с конкурентами за курьеров, за сотрудников кухни, не могли их привлечь, постоянно вставали в стопы. Это был действительно кризис индустрии. Но сейчас этой проблемы вот в моменте нет. Прибыльность. Наши пиццерии прибыльны. И для того, чтобы они оставались прибыльными долгие годы, нам нужно поддерживать техническое состояние и безопасность наших пиццерий. И мы можем это делать. И здесь нет проблем. Ну и конкуренция, друзья. Об этом тоже уже сегодня много говорили, но я еще раз подскажу, что создалась уникальная ситуация, когда большие международные конкуренты либо уходят с рынка, либо проходят смену собственника, и их очень трясет. А наши локальные конкуренты не имеют тех преимуществ, которые есть у нас с вами. логистики, маркетинга, команды. И я могу сказать, что все эти три фактора говорят о том, что сейчас лучшее время, чтобы закрепиться на этом рынке, побеждать на этом поле и вырваться далеко вперед от наших конкурентов, от наших международных конкурентов. У нас для этого и все, друзья. У нас есть команда, у нас есть люди, у нас есть мы с вами. Давайте достигать новых побед вместе. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ